Точки А и Б движутся по параллельным прямым, где может находиться середина отрезка. Если эта точка бегает как хочет, с какой хочет скоростью, куда хочет, но по прямой. И эта точка бегает по этой прямой. Где может оказаться середина отрезка? Параллельные прямые. Покажи. Ровно посередине, спасибо, абсолютно право. Ровно посередине между параллельными прямыми у нас есть эта самая прямая. Согласны? Да. Согласны? Так, теперь следующая штука. Представьте себе, что у нас есть две параллельные прямые, но отрезок мы делим не в отношении 1 к 2, а в отношении 2 к 3. Скажите, пожалуйста, какая точка где будет бегать? Итак, проводите артикуляр. Да. Да. Здесь мы можем быть сложнее. Делим от трех, а это делим от трех, а в отношении 2 к 3. Да. Проводим от трех, а в отношении 2 к 3. Проводим от трех, а в отношении 2 к 3. Да, да. У нас здесь будет 5 отрезочек одинаково, понятно, да? И соответственно, когда вы проведете через них праллельно, то у вас любой отрезок будет разделен на 5 равных частей. Это в точность теорема параллельных. Спасибо, все правильно. Все поняли? Да. Все поняли, отлично. Пошли дальше. 307 задача. Противоположные стороны четырехугольника разделены, каждая на 3 равные части. Точки деления соединены отрезками. Докажите, что середины этих отрезков, а также середины тех самых сторон, которые лежат на одной прямой на равных расстояниях друг от друга. Ребята, мне лучше нарисовать чертеж, чем объяснять словами. Значит, смотрите, какая история. То есть, взяли абсолютно любые два отрезка, каждый из которых разделили на 3 равные части. Представили? Четырехугольник любой. То есть, никаких особых свойств четырехугольника. Это не трапеция. Это абсолютно любой четырехугольник. А дальше делаем так. Так, берем середину. Здесь берем середину. Здесь берем середину. И здесь середину. Так, ну и здесь. Вот эти вот были одинаковые. и эти то же самое были одинаковые. Докажите, что вот эти вот точки сжат на одной прямой. Это замечательное свойство трапеции. У меня что-то дело. Только это не трапеция. Эй, ну да. Это любой четырехугольник. Ребята, физически это вот что означает. Если у вас одна машина едет с постоянной скоростью, вот представьте себе, что у вас здесь вот машина из точки А в точку В едет в постоянную скорость. И из точки Д с какой-то другой скоростью едет в точку С машина, посередина отрезка тоже движется по прямой. Вот это очень красивое, очень интересное свойство. Если у вас какая-то точка движется с постоянной скоростью, а другая точка движется, неважно с какой, можно и с другой причины, с постоянной скоростью, пожалуйста, берите игрушку. Можно встать, уйти, если вам здесь игрушка. Но, ребята, никогда нельзя обманывать себя. Огромное количество бед в жизни, ребята, идет из-за того, что человек пытается обмануться. Многие из вас давным-давно все бы прочитали, поняли, если бы на самом деле этого захотели. Но очень часто вы вот ходите там в школу, учите какой-то предмет, тратите на него, казалось бы, кучу времени и сил, а внутри у вас стоит тормоз. Не хочу это учить. Понятно, что если вы отдали приказ своему организму не знать географию, то после этого вы что делаете, но вы ее не узнаете. Потому что ваш организм блокирует географические знания. И так не только с географией, так и с математикой, с чем угодно. При изучении любой дисциплины самое главное, хотите вы это узнать или не хотите. Есть у вас на самом деле желание, на самом деле интерес во всем этом разобраться. Как только у вас возникает желание, вспомните, пожалуйста, маленькие дети появляются на свет и довольно быстро начинают в совершенстве говорить на русском языке. Никогда не обращайте внимания. Без учебников, без репетиторов. А говорят? А почему? Потому что они хотят. Замечательно. А кто-то учит иностранный язык, годами учит. Тратит кучу сил. А почему? Потому что на самом деле он отдал себе приказ. Знать не хочу. Хочу долго учить. Я на всю жизнь запомнил. Это было в 90-каком-то году. Не помню, там 94-й или что-нибудь около этого. Вы даже фамилию его не помните, да и нечего ее называть. Был некий человек, участвовавший в войне в Чечне. В какой-то момент его арестовали. Во время этого ареста тяжело ранили. Соответственно, арестованным он был помещен в госпиталь. И рассказывает об этой операции, о том, что вот там был такой-то бой, его арестовали. Во время боя он тяжело ранен. И, значит, такой довольный представитель соответствующих там силовых структур произнес на камеру фразу, которая мне на всю жизнь запомнилась своей искренностью. Ну, просто что у него сорвалось языка, но фраза была с разрешением. Он сейчас в таком-то госпитале больной нуждается в длительном и безрегативном лечении. Поняли это, да? Ну, то есть, он ненавидел на самом деле этого самого человека. Сильно желал, чтобы тот... Ну, кстати, он тот и быстрый госпиталер, да? Вот так получилось. Так вот, повторяю, больной нуждается в длительном и безрезультативном лечении. Вот, к сожалению, я еще раз, я сейчас говорю не о военных и не о всех этих ужасных вещах, я говорю об учебе. Очень часто вы себе внутри даете такую установку. Я нуждаюсь в длительном и безрезультативном посещении школы. Все. Как только вы себе эту фразу произнесли, вы будете десятилетия или хакей включить и ничего так и не выучите. Ребята, а как только вы захотите, Давайте. Кто уже захотел? А что им нужно? Доказать. Это что им? Докажи. Что они надо прямой. У вас есть равные отрезки из точки А до точки Б. Три отрезка. Кстати, их могут быть не три, их могут быть насколько угодно. И то же самое из точки Д в точку С. Одинаковое отрезка. Докажите, что если мы отметим середины, то то же самое будут на допрямую. Оказывается, все, что требуется, такая штука. Взять, провести вот этот вот отрезок и взять у него середину. Остановитесь, вы. Подождать несколько секунд. Неужели действительно принципиально вот эти секунды? Сейчас собираете свои тетрадки. Повторяю. Вот это и есть то самое. Что интересно, математики или отсидеть кружок? Ровно в этом же есть. Вам важно прийти во столько, уйти во столько, а между ними все-таки не важно. Так вот, решение задачи такое. Надо просто напросто взять, провести вот эти отрезки и у каждого из них взять середину. Смотрите, какая будет забавная вещь. Вот здесь у нас средняя линия, согласны? Значит, этот отрезок, он чем является для этого? Половинкой. Согласны? Замечательно. А этот отрезок в этом треугольнике ничем не является. Тоже средней линии. Так? Значит, как устроены вот эти два отрезка? Этот параллелен и равен половине этого, этот параллелен и равен половине этого. Что это значит? Это значит, что вот эти два отрезка мы знаем, и они в точность равны половине в этих штук. Отлично. А если мы здесь возьмем, что где будет? То же самое. Средняя линия, средняя линия. Ребята, а треугольники по двум сторонам и углу между ними конкретны? Да. Замечательно. А здесь, когда мы возьмем, что будет? То же самое. Вот они. Те самые три конкретных треугольника. А значит, эти отрезки что? Равны. Все. Ну и направлены они одинаковые, потому что треугольники получаются параллельных пиков. Все, что-то, начинайте всю дешнюю. Спасибо.